Добрый вечер, мы приветствуем вас из столицы. Сегодня уже можно говорить о появлении нового всероссийского движения «Народный фронт за Россию». Создается он на базе Общероссийского народного фронта. В Москве сегодня проходит учредительный съезд этой новой надпартийной организации. Фронт будет влиять на многие аспекты жизни страны. Значит, это политическая организация. Но в узком смысле будет ли это движение как партии бороться за власть? Нет. Задачи о превращении фронта в партию и тем более о вытеснении единой России и такой замене не стоит. Для страны сегодня важно созидание. Объединение для созидания – это самое правильное, фундаментальное определяющее направление вообще для конкурентоспособности России. Здесь на четырех площадках работают порядка пяти сотен учредителей Народного фронта. Они должны определиться с уставом, руководством, манифестом и декларацией движения. Я думаю, что для Ярославля те вопросы, которые поднимались в области медицины, которые так до конца и не удалось пока решить, мы надеемся, что создание организации в новом формате позволит более эффективно это решать. Вот эти вопросы надо решать. У нас будет обязательно дискуссия в области образования. Вот я могу сказать, что недавно, совершенно вчера, участвовал в заседании с участием министра образования. Новые перспективы перед нами открылись. Отмечу, стать участником нового движения сможет любой желающий человек. Единственное условие – ему должно исполниться 18 лет. Существовать организация будет на пожертвования и взносы. Кроме того, в рамках фронта запланирована работа центров мониторинга общественного мнения. Для начала их будет 10 – по 10 темам – от экологии до предпринимательства. Они должны стать площадками для обсуждения проблем волнующих людей. Со временем число таких центров будет увеличено. Окончательно новая структура управления фронтом будет утверждена завтра на пленарном заседании. В среду на съезде ждут и Владимира Путина. Именно ему, как вдохновителю Общероссийского народного фронта, хотят предложить стать лидером нового движения. Согласится ли президент? Узнаем завтра. А у меня на этом пока все. Субтитры создавал DimaTorzok